Субтитры сделал DimaTorzok гуляем и кайфуем от местных пейзажев. Вот. В общем, какие у нас планы? Просто исследовать оставшиеся локации на юге, которых мы еще не... Ой, опять ночь. И уже кто-то тут стоит. Потому что, в принципе, все квесты, которые мы могли выполнить, и которые мы не запороли, мы уже выполнили. Там какая-то сархедра. Вот. Мы ищем просто новые приключения пока. Давай говорить с ней. Ешь! Я думаю, это еще один из тех, который меняет мир или типа того. Но пошли подними огра на юге, и он тебя сделает лучше. Он заставит тебя чувствовать лучше. Если это стать тебе. Она говорит, чтобы мы пошли и подняли огра. Там они за огра, да, их надо побить. Там сахедра, грязный гномский боец. Кто там хочет? Это будет сложно. Там какие-то огровские Warner Brothers. А что нам их? Да, ничего не сложно. Мы в них долбанем чем-то, как они сложатся. Не долбанем. Я не фарбовым стрельну, это во-первых. А пробов ты даже смогли. Куда она говорит, на юге, да? Ну я бы с храном не... Она говорит, подбери некоторых огров на юге. Давай сохраняться. Арандор опять ругается прямоугольничками. Строку командную. Это язык богов. Багов. А что-то все, какой-то в трико переоделся обтягивающий синий. Трико, трикошный комбинезон. Это чтобы петь YMCA. Ой, огры. Ой, боже, бай, гигантская хердя. Собаки сверху. Вы наслужили? А, боже, бай, собаки сверху. Так, сейчас я в них чем-то долбану. А это, кстати, люто волки. Это не просто собаки, а? Ее красота. Да, Вол, не стесняйся нажимать паузу. О, как паткан стали. Ты че? Ты че охренел? Оно пошел на меня вон. Плешивый Фурли. Я сучу тесняткому получу. Нет! Фурли спать! Ничего себе. Что делает с бедными волками? Слушай, а мне нравится это заклинание. Надо его себе выучить. Нет, это призматический спрей. А ты их не учишь, что ли? Мне он выучен. Тут Арандор дерется с аграми, Вол. да вижу сейчас а это не огрыжу как гоблинская элита но у них отравленные стрелы это может быть не очень приятно сейчас эти посмотрю чем этом по заклинаниям тогда эти сахары сейчас сохранюсь могу сохранить сохраняя ничего не нас чуть пока цели с халидом рандора побили ёшкин кот она мне не выучена подождите надо выучить его полезное заклинание вален арты кай надо заклинания выучить она мне не выучил с выучил теперь можно возвращаться к этой пройдем подводу вместо магической ракеты нас использовать хотя нас по идее действует на всех в зоне поражения до вблизи да но нет нет если спас броски там неудачного по грязной бабе даже что мы справились это было быстро проклинает я не знаю дина иди еще кого-то потрындеть я не очень хороша в этом у меня есть люди чтоб посмотреть и места чтобы побывать чё ты чё ты чё ты смотришь все нужно сходим на север теперь так я держу очень удовлетворенную компанию говорит удовлетворенно приятно я стукну говорит я сломаю суши это не просто угробер берсеркер оказывается безумные здоровы и тупой на 22 ударил он же все топ это дают как за волка матерого и сохраняешься так лечиться там уже нечем нам да я все уже пролечили так пойдем вниз дальше пойдем туда пойдем туда ю поющая ёпатили покупники я только что осознал что боевой клич у купника это ок 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 не а я помню только про то что я на тебе никогда не женился но это да это удлиненная версия боевого клича чё они базарят там human human да и сохранюсь еще раз сохраняться не бывает лишним ой пришло это угол угол то есть они видят что тьма сходится перед ними в угол это как кирит он гол только кирит в угол я шкалю тут пейзажи красивую сподвигают на 5 5 5 5 5 мое и колье как мы интересно новые методикой исследуем локации сначала по периметру так это что за такое огармак броню и невидимость о чем-то он меня долбанул кислотным я буду сейчас страдать до так а мне что-то надо сделать с собой а я не думаю что противоеде поможет да это очевидно мне кажется даже бейте старайтесь его это все что мы можем с халидом на о подачи прилетели ну я да я смотрю честно выпили меня на джахера скастовала плачут светок выпал это прикольно светишь и я чё-то скастовала джахера это залог правильный смысл низко ставала она решила ничего не костовать я хотел у неё горячий оружие скастовать что-то она не смогла я взял на готов приготовил зелья маны дай сохранить так даже чё я несу я поставил зелья восстановление здоровья в быстрый слот я хотел сказать себе нет времени нет времени я бегу за информации бегу чтобы доложить о штуках которые очень важные бандитские рейды возросли и железо утюги утюжная руда заканчивается и каждый в руках и насчет нехватки рук все готовы взяться за оружие из-за них правильный смысл да это все типа готовы взять руки оружие почему здесь нехватка оружия но тем не менее отношения заляпаны на берегу а они натянуты натянуты отношения сам это мне кажется связанных раз крестом вот этим не до квестом возрастающий тренинг а сам не давить преследовать его ну давай а и он да все в отродив он пошел по-любому не вам они все уходят water deep они афуратно афуратно у нас тут еще кусок не исследованной фигни можно было бы собирать тут грибы и ягоды жрать и восполнять хп прикольно учитывая как много тут дикой природы и лесов а мы замкнули круг ну ягода здесь можно уточнять квадрат квадрат замкнули мы да ну вот дух на и собирательство в мире фарготен веем с очень странным образом реализовано в виде призывательство ночью еще чуть переделать ой тут куча народу и корова они корову убивают спасать должны помочь меня этих твари за моими коровами снова руби мочи да блин давай лягу и коровку удавают блин мне кажется мы так не успеем там подозрение силы выполнить там есть кстати ачивка спасти корову это блин ачивку просрали проклятие что что-то какое-то оружие сломалось и получили обычно оружие у этих сломалось оружие чувак мы не смогли нет проклятие это еще одна корова которая не замочили теперь никто не принесет на мясо не утащит крайне мере мясо горит киряв них никто не утащит пока не мере ну спасибо за попытку наверное ксвартские набеги вот они дали опыта человек прости мы не сделали дом выглядит заброшенным написано что он тут живет в хижине где-то в жопе мира живет один в хижине раз раздолбанный с одной коровой теперь уже с ноль коровами я вот они это начали пирсу что негощен и мужик алексы а я смогли спасти это камень в наш огород закрыл собой нет я как макс пейн прыгнул такой нет с двумя мечами отрубил головы все или просто попадал чаще весь у нас стояли на попасть да мы друг другу мешали еще пройти не могли ой тут страшные уроды вау ой кажется за хереста фунт но теперь мы пустили вперед тех кто потолще вместо джахейры о 1 спит неплохо здоровенная херня у него просто попасть из проще бедняги а тоже просто игры были кстати и у всех было по ожерелью почти что у всех это модные игры матросексуальные женские игры асу тоже может быть там наверно сложно различить да угроженщины угры мужчин особенно для гнома как волосы мосуши это не он каин твой утюг за твою жизнь нет твой утюг и твою жизнь дай так то же тактие варианты что ты хочешь с утюгом с нашим что ты хочешь сделать с нашим утюгом извращенец ты же не хочешь правду убить нас а не знаю в принципе любой можно вариант 2 1 кто там с кем он заговорил это не хорошо а мы не да мы не хорошие отвратительные эльфа костные которые делают наш за которого на нашем клану все смеются большая шуточка мы тебя быстро убьем не больно просто возьмем утюг мы просто возьмем утюг начали не смеется то чем но он говорит то что у них плохое оружие ломается как какой сельф и все остальные смеются над ними за я уже думал мы встретили главного антагониста шлем похавать и в него колдовать и что-то делать я просто бегу убить его своими двумя а вдруг к чёмный мы там друзья кстати он забыл их позвать о скальпе с него упал о ночь как это так скальпе я возьму халидом собирали мусор которому потому сам так я уже собираю только камушки ожерелья кидаю их в мешочек для ценности ничего не занимает а скальп ну скальпа подожди мы же скальп это за складировали а нет подождем только часть скальпов а я не помню где уже в берегу стирали в бочке полуобра она чуть не сильно простые это видим полуобра просматривать у них дорога почему заряжай ненькие весьма яйцо яйцо собрал на классные звуки сдают тут монстрюки с этим не поспоришь это я сохраняюсь можно уже почти все опять все обойдено надо от слова обои да опа мужик это какой-то ион гол чоп хэйгер много чего проходит здесь друзья и много и возможно твоя жизнь ты хочешь быть частью этого а возьми бою жизнь если хочешь но я предупреждаю тебя сейчас сделаешь одно движение и интересно фразами говорят такими твоя собственно будет чуть на волоске наверно и пожалуйста вы можете взять мои деньги но жизнь это святое не лучше предупреждаю тебя ну тогда давайте и да начнется битва общем как говорил банард музыка играй огонь товарищи и мы доводим и достанем мы богаче язык жив из их чего от за их злодеяние ну короче чужие глупости а все так так пауза пауза ну ёпт ну чё пауза не нажимается книга не просто это бегите в упор чтобы они были на стреляли они доставили оружие ближний бой не все равно все стреляют в холмс они все дураки решили не спать мы думаем если спать зараза наверно они просто не устали так это сюда вот казалось бы это такая рутина собирать всякие драгоценности перекладывать их в мешочек на мне нравится делать стрелы волк сать наверное уже может определить определять вот эти обычные это правда вам не знаю а сплинт mail может поднять рука нормально сам может у него знание леген 25 уже так что может от простыни собирать ну-ка вал 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 тебе скинул в инвентарь что-то дострел блин да что такое ну да слушай сильно у тебя инвентарь на задать сейчас кому гадать мне холмс 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 забита все то я просвета свободность не отдавая потом займем все эти сейчас с одной клеткой не сподручно одноклеточным ну все есть а вот тут злые волки на 5 лолки там он один чудо но он страшно воет снежок пошел все пойдем к следующей локации корта можно если вас там интерпон давай куда-нибудь уже давай направо наверно там ближе она уже вниз ближе и так забежав наш кель продав лишнюю ерунду определив некоторые стрелы и проще я предлагаю двигаться теперь на юго-восток юго-восточную локацию на юго-юг вы уже поподшествовали нет нет тоже думаю что у меня зависла все на хай давай вниз какой-то мне немский чувак а это наемник горящего кулака держи горит я член горящего кулака я требую что вы себя назвали идентифицировали мы наемники служащим но мы не имеем ответа на твои вонючих кстати можно скажу пока то у меня второй вариант звучит как я не стану отвечать на твой сраный вопрос именно сраный то есть там букву т пропустить хотя мы хотя можно не пропустить мне нравится последний вариант набегающая орда тараскисов каких-то кря-кря-кря-кря слушай давай ответим 5 вообще-то с классом связаны его хотя он просто просто предупреждает мы на бегающая орда крем дуга сейчас мне в доказательстве кря-кря-кря все какие-то кря-кря-кря-кря-кря-кря ну а сарказм не одобрен просто закрой свои хлебало перед тем как ты хреш бедов к хреша-кхеша слушай а там у тебя сраные с двумя ну или с одной были сраные с одной ну тогда я там действительно сраные потому что странная двумя какой вульгарный почему бы тебя снова не закрыть свою хлеборяску карл и второе простите сэр я полагаю что мой рот иногда идет вперед моего получать впереди мозга ну ладно давай попробуем к снял получить второе от моей я думаю надо муно я хочу мы бомберкин каким-то дебилом это не поступил не но я не знаю как бы ботилет на косы то есть теория гном бы сказал какому-то дебилу что для завершения квеста он нам не нужен но для начала квеста я не знаю нужно или нет ну давай убивать его на грудь и чё охранял мудин ты кстати если мы убьем у нас репутацию пойдет на 7 леник на балде отрастил думает что крутой охранял тот кто жрет во время записи так я я его это убивал ну давайте голосовать орандор голосуй 1 ну суть в том что он там до сквозь мы пойдем дальше найдем чувака потом можно вернуться к нему и уже в диалоге опять сказать ну чтож технические сложности кажется позови и мы остались короче орда бешеных тараскесов кря-кря и почему бы тебя самому не закрыть твою хлеборяску ты уродливый свинолюб не умно я думаю преподать тебе урок стукай стукай лол один на шестерых урок и преподавателю он говорит я здесь закон я опыта мы получили 15 кстати он так смешно говорил собакам военнослужащим что я тут закон и шел их стукать я тут закон говорит вот этим вот собакам выгнанят покушали халида твари такие а он дерется почему-то руками да гребаный стыд как так получился голым могу полетить я сам полечу своего халида сам лечу рандор убежал превозмогать вперед рандоры горит я не с ними и ушел чуть за смена ландшафт такая интересная один ландшафт отработал свою смену ушел другой заменил заступил на смену все красные собаки отстань гаси я горит действительно близок к смерти меня укусила собака лечусь морти с кори штатный стоматолог у нас же хейро синхронно какие тут ландшафты прям в аризону пришли а это куда-то нет вот нет чтобы сделать какую-то тропинку такую вдоль скалы которая бы привела другой конец карью поющим ну хотя бы тут конечно все очень классно сделано вот особенно вот это вот но вот не хватает таких проходов в этих скалах всех они есть конечно и как-то реализованы не так как ожидаешь это было бы слишком наигранно нет слишком на те это был бы sky ring ну да это же поскорим под ним нет но тут же есть все равно проходы такие вот помните как водопад с котом с мертвым например вот там такая тупо тропинка ведет наверх ровная такая треугольная монстр протоптали или коты зеленый дед у меня горит гаджеты хафиз а подождите подождите пара я буду с вами поговорить очень важно так конечно что ты хочешь сказать нам гномик или простите но у нас нет времени чтобы чатиться со всякими странно пырящимися гномами ну давай пусть выкладывайте старому мужику перевести дыхание а теперь позвольте представиться я хафиз бен ватат астролог покушенный маг назовите свое имя да мое имя холмс а у тебя орехи ты что орехи ты орехи я не говорить моего имени вот ореховый голем классно от него можно отломывать и кушать для всех кого я знаю мое имя это некоторый бешеный ассасин боги знают где было достаточно их получить свое траханье отсюда старый человек так ну ладно давай как ты всегда как ты всегда в крови и и смерти еще один еще один или смертью шахты а твоей смертью или шахты так так странно что я что я должен был тебя встретить и сфокусироваться на этих мечтах на самом деле смешнее мечта ты должен быть очень особенным ко мне себе может быть я тебе могу помочь немного о мечтах потного гнома холмс и который весь в крови и смерти и о смерти шахты интересно у меня действительно нечего сказать особенно одному которого я знаю так недолго как вам я знаю так мало а я должен не обращаем внимание я должен покинуть тебя огром надеюсь что мы снова встретимся и а теперь когда мы встретимся твои сны эти дурацкие закончатся колодец гном если твои сны всегда заканчиваются смертью возможно нам не стоит говорить об этом ничего личного хафиз но мне действительно не хотелось бы чтоб кто-то тут приходил выходил из снов и дышал еще дышащим души я не хотел бы быть тем-то кто приходит из снов вот что такое так ну тут в общем-то мало чем можно сказать последний вариант я не очень-то знаю что у меня есть время входить в все эти детали я вообще жил в свечкодержатели с моим отцом гарионом и немного времени назад мы были заставлены бежать кажется что кто-то там действительно хочет чтоб я умер он пытается убить меня он убил моего папу блин вот это вот гном она хочет им продать камень за 100 монет да похоже на то он так-то говорит что у меня есть полезные гаджеты так чё тебе надо гном мне мисс холмс так ну давайте теперь вот первый вариант попробую надо аккуратненько читать переводить меня на самом деле ничего сказать особенно кому-то кого совсем не знаю я должен уйти от тебя гном надеюсь теперь когда ты встретил меня твои сны закончится я тоже надеюсь что мы сны закончится возможно мы снова встретимся давай холмс давай пока а а так бы дали экспо ну что мочкнуть сейчас пойдем мы тут чуть-чуть заблудились он как видно цветочки наверное цветочками либо это куча разлагающегося органического мусора одно из двух это ничего тут вспоминается мне игрушка beyond divinity вот divine divinity beyond divinity вот первое divine divinity такая полу диаблообразная rpg было тоже начали двухтысячных потом вышел сиквел beyond divinity он там более а что-то тут смотрите все окровавленная какой-то мухи летают это коста здорово дорно да ну так как его нет красных сервирование волстой стой наклады побежал так лазала вот видишь разбанать я ушатала и все задержаться лошади а если вы все под контролем у у тебя никогда ничего не под контролем все под контролем оба не 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 ось там кто-то валяется смотри так вот и вот бьемки видите были как раз куча там мрачная она более игра происходит в жопе мира и там куча разлагающегося мусора органического который можно двигать перекладывать ну типа проход раскапывается а вот они заговорили ну ладно лена милый господин вы должны простить меня за мою присутствовало появление но я скиталась пустошем более чем неделю должны помочь и мой друг тяжело поколаться и он может дохнуть если мы ему не поможем просто мой друг может дохнуть так ну какие варианты простите леди но у нас нет времени на это за вот этого друга твоего и возьми нас к своему другу мы всегда готовы помочь даме в беде это вот по моему тебя бандиты есть даром дорске поэтому я предлагаю ну что что-то рано тяжелую но мы еще может помочь и молотком не бандиты как зовут твоего друга его зовут сам минус самуэль ну ладно давай я я вообще всегда помогаю всем но всегда готов что они будут стукать меня в спину вопрос этот с переводом ошибочно это он не бандита дезертир мне было перевода что он бандит мы просто сразу подумали что это бандит потому что он подозрительно так бандитов сразу нападают они говорят давай деньги или жизнь вот это бандиты это коварный бандит как вот та баба целующая которая хочет всех целовать и при этом как джахейруи пацануть пытались помнишь развели эту садамию там чуть-чуть ладно давай я там самуэль твой вон валют здесь на полу это самуэль он так болен сейчас я не знаю сколько он еще протяга то можете оттащить его в дружественную руку там есть там есть такая желанна зеркалобликая храме мудрости она может помочь вы можете сделать мы возьмем самуэля в храме мудрости если у нас кукожить да в одной клетке скажи спроси там можно есть вариант сколько клеток в инвентаре занимает был бы резонный вопрос так мы возьмем его в храм мудрости но за приз ну точнее за капитана прайса хотел сказать ты нам одного капитана прайса мы отведем его в таверну мудрости прости девка но у нас нет времени на это дерьмо прости девка блин я не знаю даже ну если вам нужно лишний опыт ну да да давай говори конечно у тебя поможем ты же баба спасибо спасибо поднимайте его будьте будьте вежливы со своими генитариями пожалуйста отволоките его и храм прям там ну прям там я не знаю как он еще ему жить прям туды мы сейчас он поднимут кудри мы помещали женщине линия что да он к вам внутрь попал ко мне он действительно занимает одну клетку как хомяк какой он компактный мы можем тебе все в инвентарь спрятаться давай залезай разбегается так в рюкзак на рыбку ой юпа еще собираю их помет слушай давай попробуем вправо сходить сейчас куда-то это нас приведет ни хера да это наверное квестовая локация потому что ну вот вариантов больше нет но хотя можно вниз было попробовать пойти на что-то мне кажется вряд ли поющие не будем да наверно пробовать и рандор снизу туда пробраться гиберлинги какие-то полито умерящие руки тем более он не пацан там интернет мы можем уноситься бы как угодно но нет ни зато месяц какой то есть сорок джиевский посетчик вот прямоугольниками пишет сюда взяли запихнули чувака в инвентарь надо почаще практиковать такое упади осенью да о помет выпал заянь осенью еще помет ух ты как много их о блин тут нужно здесь нужна какая-то магия наверное хотя нет мы их не пыли у этого другой помет уже они мочат сарафану о смотри там черепа всякие разлагающееся мясо нормально интересный коровий череп а не суши этот череп представителя анклава не просто солдата анклава которого вживили череп в голову ой че я несу че я несу черт возьми слушай это все вот половина локации занята горами ну все значит а так это давай вон туда в дружественную руку на топать давай в дружественную руку давай а он по пути в наш кель давай зайдем тогда уж зимы пришли и приперли лися а подожди в таверну рыгающая рука просто в рыгающем драконе и рыгающем жонгляре ну это да есть такая закономерность что вся таверна у них начинается с рыгающей что бы то ни было а подожди храм мудрости же какой-то это же наверно не в таверне вон он дальше там чуть ли правее храм мудрости это ж наверно не в таверне вообще храм мудрости это что-то из моровинда в веке был зал и мудрость но нифига тут спринтер тоже на туалет похоже кстати этот туалет мудрость по кругу а за нато гелана зеркально дымкая дымка я вижу как у тебя кто-то торчит из кармана какой-то тяжелоравенный мудак есть некоторые что я могу для него сделать эй минск бы я за такое в рыло сразу прописал да вот здесь короче человек названный Самуэль нам сказали притащить его в кармане к тебе оо оэ олень это Самуэль такой он плохой флаг летать 정말 видно изменили слегка его упаковать и отгробить чтобы он влез в рюкзак на донышко прям между Свердком с бельем и НЯмкой я я я рада что configuration и его такой И такой хороший мужик, как, к сожалению, что он позволил себе быть убежденным Линой, чтобы десертнуться в кулак. Чтобы стать десертом для кулака. А, еще между пометом гемберлингов, о, на донушке. А, между пакованом скальпов и грязным бельем. Пометом укающих. Хорошо. Ничего мы не можем сделать насчет десерта, но кое-что можем сделать насчет его здоровья и золота, которые вы предоставили. Я хочу, чтобы вы поимели несколько ядов, как знак моей благодарности. И между скальпелями. О, нормально, репутация возросла. Слушай, один убитый мудак из горящего кулака стоит 10 хороших дел, прикинь. О, партия потеряла вещь, написано. Ну, партия потом получила вещь. Чувак, торчащий в кармане. Ну, ладно, давайте, дамы и господа, на этой веселой ноте заканчивать это дерьмо. Спасибо, что были с нами, если вы были, конечно. Это был канал Благородных Серов. С вами были Арандор, Валенард Холмс. Спасибо всем за внимание. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok